Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги, участники конкурса. В 2021 году Иркутский художественный музей впервые организовал международный конкурс, посвященный творчеству Федора Михайловича Достоевского. Изначально у организаторов конкурса были опасения, насколько удачно он пройдет. И вот сейчас уже можно подвести итоги конкурса и объявить о том, что действительно конкурс состоялся. В нем приняли участие 111 детей из разных стран, из Эстонии, из Замбии, из Казахстана. И, конечно же, очень много работ было прислано из России, из городов Челябинска, Мегета, поселка Мегета, города Самары, Черемхова, Рязани, Москвы, Шатуры и город Омск. В состав жюри вошли иркутские художники, искусствоведы, научные сотрудники музея. Мы пригласили Сергея Нориковича Элаяна, Наталью Анатольевну Довнич, Владимира Николаевича Бешнова, Александру Владимировну Бешнову, Анну Сергеевну Потапову и Ивана Кунгура. Конкурс был разбит на три возрастных группы. Это группа 7-9 лет, 10-13 лет и 14-17 лет. Конечно, были сложности в том, чтобы все работы соответствовали неким критериям общим, потому что, скажем, работы эстонцев отличались по своему принципиальному подходу от работ россиян. У эстонцев язык более обобщенный, более стилизованный. В работах присутствуют очень интересные техники, например, такие, как линогравюра. А вот, допустим, российские ребятишки, у них больше присутствует живописность в произведениях. И всех мерить под одни и те же критерии было крайне сложно. Очень было трудно разобраться, где все-таки живопись, а где же графика, где граница живописи и начало цветной графики и наоборот. Члены жюри конкурса являются профессионалами высокого уровня, поэтому все проблемы, они, в конце концов, легко разрешились. И уже сейчас подведены итоги конкурса. Итоги конкурса размещены на сайте музея. И также на сайте музея будет размещен электронный каталог всех работ участников. Изначально было принято решение, что по каждой номинации будет три места. Это первое, второе и третье место. И категория участника. Но поскольку работы детей были очень разносторонние, представленные, то жюри имеет возможность и имело право заявлять не только одно первое место, а несколько первых мест, несколько вторых, несколько третьих. По большому счету в нашем конкурсе нет проигравших, потому что все работы детей представлены в каталоге конкурса. Мы почерпнули очень много положительного опыта от проведения данного конкурса и приняли решение проводить подобные конкурсы ежегодно. Я хочу представить вам, показать примерно, какие работы были и какие они разные. Есть и карандашные работы, есть акварельные, есть даже работы, которые выполнены на современный лад. Это очень интересный подход. Есть ли на гравюра. И вот я хочу вам некоторые из них продемонстрировать, насколько разносторонний подход и насколько качественный подход вообще практически у всех детей к этим работам. Вот по этим картинкам вы видите, что это именно индивидуальное решение каждого из детей. И композиционное решение, и выбор материала, и выбор самого сюжета — это авторское решение каждого из участников. И все они не похожи друг на друга, и все они представлены в разных техниках и даже в разных жанрах. И можно себе представить, насколько не только сложной, но и интересной была работа нашего уважаемого жюри. Я хочу поблагодарить всех участников конкурса, детей, особенно их преподавателей, за то, что вы приняли решение участвовать в нашем конкурсе. Благодарю уважаемое жюри и уверена в том, что наше сотрудничество будет продолжаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!